Еще не проезжая часть, уже не тротуар. Бобруйские велосипедисты открыли сезон. Зима, утверждают синоптики, передала образы правления весне. Термометр прочно закрепился на отметке 10 с плюсом. Станислав Волков крутит педаль без остановки. Разве что прерывается на сон и обед. За день может проехать больше 150 километров, и это в 57 лет. Хит Александра Барыкина. Для этого человека жизненная кредо. Я буду долго гнать велосипед. В прошлом году мужчина исколесил всю страну. После такого марафона признается, в Бобруйске есть все для комфортных поездок на двухколеснике. Взять, к примеру, улицу Крылова и улицу Бахарова. Там очень много сделано для велосипедного движения. В городе проводятся разметки, понижаются бордеры. Так что в этом плане власти делают много чего. В городе 6 велодорожек. Самый короткий маршрут всего 4,5 километра. Длины целых 23. Тропинки проходят через городской парк, Бобруйскую крепость и Редовый дворец. После зимы крутить педали непросто даже опытным спортсменам. Снега в этом году не было, дорожка осталась ровной. Совершенству нет предела. Станислав Волков утверждает, зоны для велосипедистов должны бросаться в глаза, а не сливаться с тротуаром или прятаться за деревьями. Эти разметки, короче, надо почаще делать на самых велосипедных дорожках и знак велосипедиста. Знак велосипеда почаще, чтобы пешеходы понимали, что это предназначено для велодвижения. И какие-то знаки еще устанавливают другие, чтобы более глаза бросались. Велосипед – лучшая замена кардиотренажеру, говорят эксперты и добавляют. Крутить педали 2 часа в день достаточно. Важно держать скорость около 15 км в час. Тогда за одну тренировку удастся сбросить 300 граммов лишнего веса. Арифметика простая – дольше ездишь, больше худеешь. Официальный сезон для двухколесного транспорта откроется 1 мая. Тем не менее, городские веломаршруты уже готовы принять любителей активного отдыха. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели.